Всем привет! Сейчас хочу несколько вопросов задать одному из самых молодых, ярких лидеров компании. Быстро растет, у нее хорошая команда, хорошие чеки. И вот как и всех интересует, как познакомилась с проектом, с чего начинала, что зацепила, как пригласили на первую встречу. Ну, поэтому по очереди, вот как тебя познакомили с проектом? Всем привет, меня зовут Пужанская Яна. Я узнала про проект благодаря своему другу Илье Севастьянову. Мы с ним познакомились в другом проекте буквально за два месяца. Ну, то есть мы с ним не близкие какие-то друзья, но мы сразу поняли с ним, что мы как-то подходим друг к другу. То есть, ну, нам в том проекте мы тоже хорошо развивались. Вы с одного города с ним? Да, мы с Иркутска вместе, да. И он мне говорит, там в том проекте у нас начались проблемы, там долго рассказ, и он говорит, что я тут нашел новый проект, про который ему рассказал Рома Проценко, это его друг. Вот, Рома я тогда на тот момент даже не знала. Вот, и я говорю, что за проект? Он говорит, вообще крутой, посмотри презентацию. И там была первая, самая или вторая только презентация Антона Агафонова, которая шла там, я не помню, минут, наверное, 30. Из нее я поняла только два момента, что там уже что-то люди зарабатывают, что они зарабатывают в евро, и что там что-то онлайн покупки какие-то. Все, то есть больше я ничего не понимала. И я ему говорю, давай, ну, давай попробуем еще. У меня как раз, я тогда продала машину, и у меня были наличные деньги. И я даже так получила, что купила себе пакет и еще ему. Или... Круто, то есть ты спонсор запустил еще. Да, да, да. То есть мы как бы просто на интуитивном уровне потом вступили, и просто мы понимали точно, что мы здесь заработаем. Сколько точно не знали, но что можно тут зарабатывать, да, потому что люди уже зарабатывают. Почему? Чем мы хуже? Вот, то есть так. И давай все постепенно разбираться. У нас вообще... Мы не знали, что делать, просто ноль полный. И мы понимали, что это сетевой бизнес, сетевого мы тоже никогда не были. И что мы начали делать? Мы поняли, что есть такая сетевая компания, НЛ, думаю, все знают. И мы брали лидеров НЛ и думали, что они делают. Начинали с ними общаться, и мы понимали, что самый их рабочий инструмент – это Инстаграм. Все, и мы начали вот так постепенно заниматься Инстаграмом. Мы платили деньги за то, чтобы находиться в чате Телеграм, чтобы нас там, ну, развивали, грубо говоря, в Инстаграме. То есть очень много за это время мы потратили денег на обучение, которое сейчас, например, команды у нас бесплатно все получают. То есть в компании это все рассказывают. Вот, это очень круто. То есть уже новичкам сейчас везет. Проще, да. Да, проще. И у тебя, насколько я понял, в основном люди приходили из Инстаграма или знакомых тоже подключала? Да, ну, то есть, даже если... То есть это знакомые друзья, то есть до сих пор, да, знакомые заходят в компанию, это все равно с Инстаграмом. То есть они постепенно, да. То есть ты обзвонами не занималась на презентации, не приглашала? Я не занималась. Ну, на презентации я приглашала потом уже, когда в Иркутске были, я приглашала на презентацию потихонечку, и даже первые сильные лидеры у меня зашли именно с презентации. Вот, потому что, да, есть люди, которым важно все-таки прийти, посмотреть, послушать. Да, но все равно Инстаграм, это сейчас нам очень повезло, что он есть, потому что, ну, он помогает нам сильно в бизнесе. Ну, вот у тебя в основном в команде молодежь тоже, да? Да, да, в основном. Вот что ты им говоришь, на что, как ты думаешь, они больше всего реагируют, что их цепляет? Что их мотивирует, в смысле? Что цепляет для того, чтобы подключаться к проекту? А, ну, я думаю, у всех по-разному. Нет, вот я прямо про твою команду. У тебя хорошая команда? Да, да, ну, я вот у них спрашиваю, все-таки у всех разно. Кому-то интересно больше развитие все-таки, кому-то заработок, конечно же. Кто-то, ну, я просто говорю, что здесь человек ничего не потеряет. Ну, правда, я так считаю. Да, так и есть. То есть, сколько ты заработаешь, зависит полностью от тебя, но то, что ты получишь кучу знаний, информации, которые тебе в любом случае пригодятся, это 100%, поэтому я считаю, что человек ничего не теряет в нашем бизнесе. Как у тебя жизнь поменялась с проектом? Ой, очень круто. Я вообще не представляла, что так может поменяться жизнь. То есть, я вообще ходила часто раньше на тренинги и слушала, слушала, слушала и знала, что у меня когда-то будет такая жизнь, как сейчас. То есть, я сейчас зарабатываю примерно там, ну, полмиллиона в месяц. Жила два месяца в Таиланде, вот, зимой. Просто мы с ребятами ездили, то есть, ничего сильно не потеряли, грубо говоря. Жили там и работали также. Получая жизнеудовольствие. Вот сейчас я прохожу коучинг от Филиппа. Это самое крутое, наверное, что может быть. Потому что, ну, и мы понимаем, что у нас еще расти, расти, расти есть куда. И, то есть, всегда есть с кем посоветоваться, то есть, у кого взять. Ну, вот, Сергея тоже, да. Круто, что есть у нас такие люди в компании, которые реально знают, наверное, ответы на все вопросы и всегда помогут. И это, блин, вообще очень круто, это бесценно. А скажи, пожалуйста, вот, что бы ты новичкам пожелала? Новичкам быстрее... Которые думают, которые уже приняли решение, но боятся, может, что-то не получается. Нет, ну, если они думают, они же еще не приняли решение. То есть, я вот если приняла, то все, меня не переубедит никто. Вот, поэтому быстрее просто принимайте решение и просто по максимуму рассказывайте про этот бизнес. Просто максимум людей. Вот, и верьте в него. То есть, если у вас какие-то есть сомнения, разберитесь, там, задайте, достаньте своего спонсора, там, вот, Сергея. Всех-всех-всех, но разберитесь до конца, познакомьтесь с президентом. Вот, если вы познакомитесь с президентом, все, у вас вообще не будет никаких сомнений в бизнесе, я вам точно говорю. Приезжайте на мероприятия компании обязательно, на все, на все лидеры интенсивы какие-то, вебинары смотрите. И рассказывайте людям, верьте в себя еще тоже, это важно. Потому что вы должны уверенно про это все транслировать, да. И тогда у вас точно будет результат 100%. Спасибо тебе огромное. Хочу пожелать тебе самых больших чеков. Хочу пожелать, чтобы в следующее путешествие с тобой была большая команда. Хочу пожелать, чтобы ты развивала бизнес не только в нашей стране, но и в других городах и странах. Да, круто. У меня уже есть города других, много. Умничка. Спасибо, Сергей, у вас крутой спонсор. Спасибо, удачи. Спасибо.